Эти пара секунд – все, что осмелились снять сотрудники Яровской ТЭЦ. Они обратились в нашу редакцию с предостережением – Яровой вновь скоро замерзнет. На этих кадрах, если присмотреться, несколько работников дробят кучу угля ломом – все смерзлось. Люди боятся, что в таком состоянии весь запас угля. И даже в неразгруженных 10 вагонах. Что касается остального, глава муниципалитета пояснил – из-за снегопада в топку уголь попадал вместе со снегом, поэтому застревал в бункере. Но эта проблема уже решена. Сейчас в Яровом больше 8 тысяч тонн топлива. Опроверг самобочие опасения насчет работы одного котла, а не двух. Остановили его, так как и один котел тянул почти стопроцентную температуру подачи горячей воды. Но выдержит ли оборудование такую нагрузку, в Ростехнадзоре сомневаются. 42 замечаний службы, половину на ТЭЦ не ликвидировали. Они все три эксплуатируются без экспертиз промышленной безопасности после проведения ремонтов после инцидентов. Не заменены выявленные при шурфовом контроле участки трубопроводов тепловых сетей. С утонением стенки трубопровода 20% и более. На котлах не проведен ремонт металлоконструкции котла. А еще нет фундаментов турбин и мазутного бака. И все эти замечания стояли перед ТЭЦ еще осенью 2019-го. Теперь их несут в план подготовки к отопительному сезону зимы следующей. А что касается этой, то небольшие морозы помогут продержаться дольше. И с этим оборудованием и с запасом угля. Анастасия Дороган, День с толком.